и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine боже как я соскучился по этому симулятору всего лишь не снимать две недели а космос меня манит и тянет и я скажу больше это навсегда останется моя излюбленная тема и так что же добро пожаловать space engine версия 0.980 многие просили поснимать еще в ней поискать планеты посмотреть туманности и вообще просто побродить по бескрайнему а по бескрайнему космосу вселенной и сегодня мы остановимся с вами в галактике андромеда ближайшая к нам галактика соседняя галактика до которой всего лишь там каких-то миллионы световых лет вот она да конечно она по много раз больше даже в диаметре чем наша галактика млечный путь галактика андромеда 141 тысячи световых лет тогда как наша галактика млечный путь 126 миллионов световых лет ну всего лишь на каких-то там 20 миллионов пошире я бы сказал но в галактике андромеда намного больше звезд так да в общем короче насколько мы знаем есть две соседние галактики и галактика m32 m110 такие же как принципе наши маленькие галактики умлечного пути большой и малой магелланова облака но не суть вообще по статистике посмотреть по видео space engine ролики с галактикой андромеды путешествуем в ней нахождение каких-нибудь планет и еще что-то набирают большее количество просмотров поэтому я решил снять для вас еще одно путешествие в ближайшие галактики андромеда представляете через несколько миллиардов лет вот эта большая спираль столкнется вон стой спиралью и будет мега галактика наверное я не знаю сольются в один танец ну что же ладно много болтовни мало дел давайте просто я не знаю можно посетить галактику m110 такс что у нас здесь вообще в ней есть что по звездам что по звездам рух какая красота посмотри какое скопление ярчайшее скопление в центре это невероятно если найти здесь какую-нибудь планету с жизнью и посмотреть с ее поверхности ухты посмотри как нам повезло сразу с ее поверхности на всю вот эту красоту это было бы безумно просто прекрасно что мы еще да что ты говоришь просмотр планетарной системы теплая океанида с жизнью органическая одноклеточная морская жизнь температура 53 градуса есть вода но нет нету воды но есть кислород как эта планета может быть простите с жизнью вернее как она может быть морской если на ней нет воды и вообще что за белый шар безумно белый шар вот такой я в space engine реально первый раз вижу вот есть интересно такая тоже планета сейчас мы посмотрим тоже почему бы нет что представляет из себя эта планета как-то она странно выглядит ухты подожди вот теперь мне безумно интересно ты наверно просто такая прорисовка много облаков так можно посмотреть как-то информацию планета теплая океанида даже 11 спутников интересно здесь показано 4 среда обитания морская происхождение жизни самозарождение так физические данные масса плотность что-то я не вижу тяготения так ладно атмосферные составе у нас большинство конечно углекислый газ я понял это знаете это наверное планета земля на самых первых ее парада так но на поверхности только вода более ничего как бы я даже не вижу смысла опускаться на нее а что по спутникам прохладная селена диаметр 2000 километров 3000 4 луны посмотри здорово прямо-таки 4 луны что у нас на этой осевой период ну да луны очень близко расположены к этой планете посмотри солнечные сутки 11 часов 35 минут так ну хорошо я понял вот это достаточно тоже интересно комфортная океанида co2 со2 можно посмотреть сразу физические параметры достаточно интересная планета посмотри с кольцами вода ну так вода ну и сколько тебя здесь вообще я процент что за процент маленький что за соотношение такое как-то не очень понятно мне ладно так посмотрим есть газовый гигант холодный газовый гигант и что у нас по спутникам многие мне писали в комментариях skype поснимай посмотри на спутниках найди какую-нибудь жизнь у газовых гигантов посмотри вообще с лун газовых гигантов на на сами газовые гиганты да как это будет смотреться теплый ледяной гигант ну что же давай посмотрим ну я не уверен что вот здесь вот на этой планете есть какая-то поверхность туда у нас получается водород гелий это тоже сказали короче мелкий газовый гигант наверно до 14 тысяч километров как-то они слишком все похожи так ну комфортная пустынь комфортная пустыня комфортная пустынная терр наверно скорее всего c4 со2 co2 h2o h2s так тоже интересные планеты с кульцами так как газовый гигант вот понятно я понял и сейчас мы тогда у действующие вулканы это здорово вот что мне радует версия 0.980 это то что много вулканов действующих на планетах даже вот стимовской версии но в последней короче версии space engine ты не увидишь этих вулканов достаточно мало их ох посмотри как шикарно это нереально здорово посмотри на фоне колец и газовый гигант невероятно здорово сейчас я ускорю время здесь наверно очень такая насыщенная ночь должна быть достаточно яркая я бы сказал немножко можно уже замедлить посмотреть в сторону горизонта да много скоплений звезд у нас получается в м32 по моему да в маленькой соседней галактики галактики андромеда блин здесь вообще шикарнейшие виды бы открылись я отвечаю а это у нас а это галактика треугольник стой если взлететь повыше на фоне действующего вулкана можно шикарно посмотреть так подожди на поверхность чуть чуть повыше чуть-чуть вот так вот здесь и остановимся и посмотри это просто офигенно галактика андромеда и газовый гигант плюс еще планета у нас получается 6 планета да а нет это это луна луна газового гиганта простите ну на фоне колец я ставлю определенно стопроцентный бал здорово так с хорошо отвык я от этих путешествий блин это так замечательно что еще здесь есть по планетам теплая пустыня о не вижу смысла лететь давайте по спутникам этого газового гиганта пройдемся так холодная пустыня это мы на ней холодная пустыня что-то похоже на марс что-то очень мне напоминает марс вообще судя по картинке ну если перелетим к нему можно проверить информацию да реально это марс посмотри не хватает еще более красных оттенков так co2 по составу я скажу да это полностью марс общая луна холодная пустыня высота жизни никакой естественно замерзший углекислый газ минус 118 градусов на поверхности да здесь скорее всего преобладает оксид железа как на марсе сейчас подожди мы наверное поставим нормальный режим времени скорость времени упс да ну да ну да здесь а ну да в смысле синее небо голубое небо как на земле что ты убиваешь меня здорово смотрится газовый гигант был бы конечно он еще бы намного ближе ладно хорошо так давайте наверное улетим с этой системы здесь всего лишь интересные виды нам открылись а давайте прямо в пучину в пучину вот этого шарова звездного скопления здесь прямо в самой сердцевине маленькой галактики и найдем какую-нибудь звезду планету с жизнью может быть я не буду сейчас заходить в меню поиска планет забивать фильтры вставлять не хочу просто не хочу красный яркий сверх гигант можно даже найти просто планету пустынную терру о подожди белый гигант двойная звезда двойная звездная система число плане 13 1 с жизнью так и как посмотреть все отлично желтый карлик так нам нужен вот белый белый гигант желтый карлик белый гигант и что у нас у этой звезды две планеты как это работает я не понимаю здесь все раскаленные планеты подожди холодный газовый гигант с жизнью органическая одноклеточная жизнь воздушная вот луна луна меня больше конечно интересуют давайте слетаем к луне этого гиганта ну блин здесь даже нету какой-то маленькой средней я не знаю атмосферы ну понятно здесь по моему очень высокая температура хотя нет минус 7 градусов холодная пустыня интересно прямо в самых а я думал прямо в кольцах находится эта планета это было бы удивительно по составу ch4 co2 понятно одни газы сплошные газы как обычно но достаточно очень много планет с кольцами невероятно красочный этот газовый гигант и блин найти вид знаете чтобы вид падал на кольца этой планеты на звездное скопление получается на галактику андромеда и на газовый гигант как бы это увидеть блин это шикарнейший был бы скрин да еще на фоне так подожди опуститься на поверхность вот так ухты так подожди нет довольно что-то тут как-то тускло тухло я бы сказал давайте на темную сторону не на полюс где у нас замерзший углекислый газ скорее всего да вот здесь на поверхности здорово так на фоне северного сияния конечно было бы круто даже днем посмотри видно звезды достаточно очень много и вот такой фон нам опять открывается так ну я ускорил время у как-то я очень быстро по моему стоя а у нас что подожди солнечные сутки пять дней а у нас же две звезды я понял закат одной звезды восход другой что ли стой надо чуть дальше отдалить а мы потому что на я понял на северном полюсе этой планеты так белые ночи ну вся фигня вы понимаете конечно а вот теперь мы сейчас замедлим время и вот так достаточно здорово здесь ох я бы даже наделал скриншотов не хватает газового а вот он газовый гигант так ну давай ускоримся закат одной звезды и восход другой это невероятно простите заход звезды можно чуть ускориться чуть-чуть еще ну давай 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 вот так отлично ну галактику андромеда отсюда не видно блин ну все все я теперь точно остаюсь в этой системе я думаю что наши путешествия по галактике андромеда только начинаются почему такой яркий красочный мир рядом с нами и я блин не посещал не смотрел его это же очень круто да невероятно можно конечно будет потом в следующей серии по браздить саму галактику андромеда достаточно много туманности которые отсюда видны посмотри вот на красные точки я надеюсь что они будут с хорошей прорисовкой это будет здорово ну что же ладно давайте на этом серию закончим всем кому понравилось обязательно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал наши путешествия только начинаются и помните космос и вселенная бесконечны да все пока пока